МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я пришел сегодня сюда для того, чтобы встретить ту самую девушку, с которой смогу идти только вперед. Со мной маэстро Ольга и брат Иван. Антон. 25 лет. Антон рано стал отцом. Признается, что они с женой не прошли испытания ребенком. Пытался создать новые отношения, но ревнивая избранница задушила его своей любовью. Антон – заместитель генерального директора транспортной компании. Почти все свободное время проводит с ребенком. Любит путешествовать и заниматься тюнингом своего автомобиля. Мечтает обрести полноценную семью и построить загородный дом. Антону не нравятся легкомысленные девушки. Женится на ухоженной брюнетке, которая любит ходить на каблуках и умеет создавать домашний уют. Ну и шуму вы наделали после вашего появления в программе у нас. Вы даже себе не представляете, сколько было отзывов. Старался. Давайте вспомним вашу историю. Рано женились, по любви? Да, конечно. С женой долго не прожили, не справились, развелись. Антон, ну вот какие трудности? Смотрите, родители были рядом, квартира была, женились по любви. Я думаю, что все это просто этим, молодость, эмоциональность, все вот как-то вот набегает. Может быть, с возрастом я бы уже... Сколько вам было лет, когда вы стали отцом? 21 год. Да. Я еще был студентом. Да. Но вы прекрасный отец. Вы на прошлой программе говорили, что безумно любите свою дочку. У вас необыкновенно близкие с ней отношения. Но дети же не виноваты в ваших своих родителей. Дети-то дети. Поэтому. И вы хотите сразу же на берегу предупредить свою следующую избранницу, что у вас связь будет так же тесна со своей дочкой, вы будете много времени ей уделять? Это моя неотъемлемая часть, ребенок. Сезанна, тебя не смущает, что у него есть ребенок, и он, возможно, много времени свободно будет проводить с ребенком? Да нет. Ну как много? Все выходные, праздники? Я стараюсь, если у меня есть свободное время побольше, я могу вместе с ней что-то делать, ходить, гулять, путешествовать. Она с мамой живет? Она живет с мамой, но... А с мамой, с бывшей женой какие отношения у вас? У нас нормальные отношения, у нас просто уже за период некоторого времени уже все сгладилось. То есть, впервые, конечно, были конфликты, сейчас нормально. Но вы же понимаете, Антон, мы на прошлой программе говорили, что девушка, которая появится в вашей жизни, она тоже будет иметь право на внимание с вашей стороны? Нет, самой собой. И она не захочет его делить ни с кем, даже с дочкой? Вы знаете, я думаю, что в этой ситуации можно как-то найти компромисс. То есть, можно и с ребенком пообщаться, можно и вместе время провести, можно поделиться. И вот у вас такая девушка появилась после развода? Появилась, да. Да. Одно из условий было, чтобы она приняла вашу дочку, она с ней познакомилась, когда девочке было 4 годика. Да, она просто впервые не хотела с ней знакомиться. А как она это объясняла? Она объясняла это тем, что она еще не готова. Сколько девушке было лет? 22 года. 22 года. Представляете, у нее нет детей, у нее нет никакого опыта. Она сама еще очень юная. И то, что она вам об этом честно сказала, это, мне кажется, скорее характеризует ее как вдумчивую барышню. А не ради того, чтобы произвести нас впечатление, она бы сказала, да-да, я уже готова стать мачехой. Просто мне сложно, как-то, знаете, было разделяться. Я привык, что ребенок находится при мне. А так, получается, я не могу ее не провести, никак с ней не пообщаться. Но она приняла ее, девочка. Она приняла, да. А потом она стала вас душить своей любовью и ревностью. Потом, да. Ну, пару эпизодов расскажите у души. Ну, просто бывает, что по работе мне звонили там в нерабочее время девушки по каким-то вопросам. И возникали вопросы, что за девушки, почему они звонят. Рабочее время кончено. У меня просто такая работа, что, знаете, всегда на связи, всегда на телефоне. А какие-то такие девушки, что? Из транспортной компании. Ну, может быть, по работе, конечно, там какие-то проблемы же бывают. Видимо, я послала, что сейчас все внимание переключится вот на его на работу, на какие-то вот эти звонки и так далее. Ну, она ревновала его. Ну, вы бы ставили на громкую связь несколько раз. И она бы услышала ваши разговоры. Стояла, слушала. Ольга, сестра. Да, здравствуйте. Вы младшая, старшая? Младшая. Вы на стороне Антона или на стороне той девушки? Ну, я могу сказать так, что я, конечно, стараюсь держать нейтралитет, потому что как со стороны мамы, так и со стороны сестры и других родственников неправильно лезть в отношения и высказывать какие-то свои недовольства или еще что-то. Антон, ну, у них были очень хорошие отношения, на самом деле, и мне очень нравится и нравилась предыдущая девушка. Она, я считаю, хорошая претендентка. Просто Антону уже не интересно отношения из серии скандала, интриги и расследования. Ему нужно что-то посерьезнее, потому что он уже состоялся как отец, он уже понимает свою позицию жизненную. Просто в отличие от той девушки, у Антона было прошлое, буйное. Да, да, ему подпакует, что-то больше. Женитьба и ребенок, у нее были все основания не доверять и ревновать, в этом нет ничего удивительного. Это скорее нормально. Мы тоже не хотим интриги и расследования. Просто, может быть, нужно было дать этой девушке время для того, чтобы она успокоилась. Вот она бы увидела, что вы человек серьезный, что вы ее любите, что вы ни на какую сторону не собираетесь уходить. А на работе, ну, просто объяснить, сказать, вы знаете, есть время для работы, а есть время для того, чтобы вы меня не беспокоили, чтобы я проводила его с женой. До всего можно договориться, если есть желание, Антон. Я просто думаю, что, может быть, это в силу возраста, в силу того, что, может быть, это была такая прям любовь. А, слушайте, ну, я не в возрасте вашей возлюбленной, бывшей. Мне бы тоже было неприятно, если бы бесконечные звонки в нерабочее время. А это такая работа? Я считаю, что у вашей девушки были другие поводы ревновать. И это некоторые ваши таланты. Вы человек достаточно эмоциональный, жалостливый, умеете включиться в проблемы других. И девушке легко вас взять приступом на жалость. Я думаю, что ваша любимая знала об этом, понимала, что включитесь в историю женщин. И опасалась того исхода, которым все это может закончиться. Катя, он прекрасный семьянин. Вот видно, прямо исходит от него. Ну, знаешь, Василиса, я тебе хочу сказать, это проблема не только у молодых. Вот у меня муж очень хороший человек, Игорь. Он помогает всем. С одной стороны, если бы я была его другом, я бы гордилась дружбой с Игорем. Какой клёв. Вот он просто в ночь узвонят днём и деньгами, и временем. Он делает всё для своих знакомых, для друзей. Но это в ущерб семьи. Потому что при этом выучить стихотворение с ребёнком, у него нет времени. Просто посидеть за столом, у него никогда нет времени. Всё время четыре включённых телефона. Это раздражает. Я не призываю вас стать бессердечным, не откликаться на чужую боль. Я вас не призываю. Но всё должно быть дозировано. Либо не женитесь. Если вы на себя берёте ответственность и говорите, сегодня я в семье. Сделайте так, чтобы было комфортно членам вашей семьи. Знаете, легко любить всё человечество. Легко помогать всем, всему человечеству. А счастливьте близких. Так что я, например, на стороне девушки, которая будет требовать от вас максимального внимания и времени, она будет иметь на это право. Но, с другой стороны, мы уже не можем постоянно ходить как-то наручники друг к другу прикованные, потому что у неё своя работа. Я говорю о прикованности речь настоящего водолея. Каждое слово в его адрес, это поползновение, как будто его хотят связать по рукам и ногам. По крайней мере, воспринимается именно так. Тогда как никто не собирается связывать по рукам и ногам. Девушка просто хотела от вас достаточно внимания к себе. Потому что часть внимания дочери, часть внимания коллегам по работе, часть сестре, маме. Вот и сестра сидит головой пивать. А мне кажется, чонки, лучше пускай будет перебор, чем недобор. Ведь мужчины тоже страдают от нехватка внимания, любви. Конечно. Нам зачем такие мужья? Нет, он всё-таки... Антошенька, вы мне нравитесь. Вот вы хотите, чтобы девушка, может, и вполне и придана, вот у неё там не особо можно, вы и так рассматриваете. Он желает о бедной, он просто мечтает о бедной. О бедной. Чтобы девушка была именно бедной. Вы единственный молодой человек, который пришёл к нам на программу, так заявив. Так здорово. Хочу бедную, объясните, почему. Хочу простую, хочу простую, без каких-либо накруток. То есть не избавляйтесь из жизни всей суетой московской, может быть, какими-то подружками. А знаете, как аппетит-то приходит у простой, которая приедет без скала и двора и посмотрит, как живут соседи, сестрёнка, подружки. Да она из вас душу вынет. Вот прям бедная, я считаю, что у меня всё впереди, что я сама очень много готова добиться. Мне очень интересно, шикарно. Я просто ни на кого не надеюсь. Ну, бывает же, он приходит к нам, хорошие девчонки-то, но наедается постепенно, со временем. Сама ты веришь в то, что говоришь? Хочется верить. Хорошо, Антон. Хочется. Я хочу проверить вашу готовность к женитьбе, потому что, как первый брак был скоропалительный, и вторая была история у вас такая. Должны убедить нас, что вы готовы жениться, чтобы мы с девчонками сейчас не зря теряли время. Я думаю, что у меня уже 25 лет, что я уже, знаете, попробовал разные отношения. Жил холостяцкой жизнью, жил один, жил не один. Я думаю, что пора уже обретать семью полноценную. Квартира. Да есть квартира. Машина. Есть машина. Давайте жить, давайте кататься. Вот. Ну, он такой прям сезонный. Он принц. А вы сами ревнивы? Нет, я, ну, как сказать, если есть повод, то адекватен к ревности отношусь. То есть без повода нет. То есть вас не тоже не будут смущать звонки вне работы? Если это важные звонки, то нет. Ну, повод это тоже вопрос о мнении. Где-то он увидит повод, там, где его нет. Так а мы же умеем шифроваться. И для нас все звонки становятся важными. У меня нет такой мани, агент по 07. У меня нет желания читать сообщения, посмотреть историю в браузере, следить. Нет такого у меня абсолютно. Лежит телефон. Я не буду смотреть в нем звонки, сообщения. Лежит это ее личное дело. У нее есть какая-то своя какая-то жизнь. Ну, ладно, хороший, хороший. Что я? Даже не знаю, о чем вас спрашивать, потому что вы правда прекрасный молодой человек. И... Просто все тайное, оно рано или поздно станет явным. Ну, хорошо. Ну, какие-то хотя бы требования будут, вот, на берегу озвучить? Я просто хочу адекватную, понимающую. Ну, какие-то обязательства. Или вы опять все на себя взвалите? Да нет, я думаю, что ко всему лучшему можно идти вместе, вдвоем вперед. То есть идти шагами. Нет, есть роль мужчины в семье, есть роль женщины в семье. Никто это не отменял. Ну, я думаю, нам сестренка сейчас объяснит. Ну, я, соответственно, уже понаблюдала над его отношениями и знаю своего брата. На мой взгляд, как мне кажется, что для него важно. Конечно же, как и для каждого мужчины, девушка должна быть хозяйственная. Дома не должно быть бардака, потому что Антон из серии там мужчина работает и там вещи не стирает. Ну, конечно, он все это может сделать, когда он жил один, ему это приходилось. Но он считает, как мне кажется, он уже живет отдельно давно, и все равно он считает, что это должна делать девушка. Правильно. Потому что когда он жил с нами, с мамой и со мной, с сестрой, то, конечно, мы занимались домашним хозяйством. Поэтому он привык и вырос, должно быть так. Она должна, соответственно, приготовить ему покушать. Она должна быть неназойлива, потому что действительно он строит свою карьеру. Он понимает, что он добытчик, должен зарабатывать деньги, должен также содержать семью свою и ребенка. Но вы вместе будете зарабатывать деньги? Да, вместе, мне кажется, какие-то вещи такие бытовые, это нормально, когда все это просто делится. Пахнуть пирогами должно, когда приходят? Ну нет, естественно, не должно быть грязной посуды, крошек на столе, все в пределах разумного, но частота должна поддерживаться. Антон, вы будете с возрастом становиться интереснее и интереснее? Я надеюсь. Просто мне кажется, это хорошо, когда ты приходишь домой, а тебя ждут дома. Хорошо. А вне дома как вы любите себя развлечь? К чему должна быть готова ваше будущее? Я думаю, что... Потому что кто-то в кругосветку собирает... Я люблю путешествовать. Дочку будете брать с собой в путешествие? Пока, я думаю, что еще рановато, а так в планах, да, почему нет, она тоже полюбит, я думаю, это дело в путешествии. Вы знаете, сумасшедшие отцы, вот потому что я обычно наблюдала, не очень легко принимают детей у своих возлюбленных. Потому что одно дело любить своего ребенка, как ни крути, есть разница все-таки. Обычно ребенок женщины воспринимается как большая помеха, и человека, хорошего отца, начинают обуревать сомнения. А полюблю ли я так, как своего ребенка? Смогу ли я так же отдаваться? Не сможет, конечно. Вот как вы? Честно. Честно, не пробовал. Ну, допускаете, что женщина тоже может быть с прошлым? Допускаю. Так же, как и вы? Почему нет? И готовы, да, в семью ребенка? Я же тоже, видите, не один. Молодец, умеется, правильно рассуждаете. Я бы даже и не стала уже время терять. Роза. Для вас очень подойдет девушка, хотя для многих, наверное, мужчин подойдет, которая в обществе умеет блистать, а дома не отсвечивает. Дает вам пространство, не надоедает. Знаете как? Когда надо, появилось. Когда надо, растворилось. Я думаю, вы подходите друг другу. Девушка должна быть добродушная, нежадная и с каким-то своим очень ярким увлечением, со своим каким-то делом обязательно, чтобы не контролировала вашу жизнь с вашей дочерью, сколько вы туда даете, сколько отдаете. По-моему, это не про тебя. Это у нас щедрая душа. Потому что вы можете ревность с чувством собственности перепутать. Ну и так далее, чем я сказала. Мы вам поможем. Я бы сказала, в хорошем смысле слова, русскую народную. Такую, которую вы сразу ощутили бы родственницей. Ту, которая была бы неперечлива и непровокационная. Женщина, которая не подначивала бы, не издевалась. Та, которая была бы простодушна и открыта. Это встречается не часто, к сожалению. Но мне кажется, что такие девушки, во-первых, есть на наших просторах. А во-вторых, ну найти их не так уж сложно. Мы с тобой просто в одно дуду. После рекламы невеста попытается проявить свое успех в обольщении. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай по жениху». У нас в гостях Антон. Встречайте первую невесту. Удачи! Антон, здравствуй. Меня зовут Екатерина. Я видела тебя на передаче и поняла, что нам обязательно с тобой нужно познакомиться живьем. Раз, знакомство. Очень приятно. Невеста высокая, выше, чем он. Но в его вкусе брюнетки. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. С чем вы? Подруга Ирина. Здравствуйте. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас получше. Екатерина, 24 года. Специалист по ипотечному кредитованию в банке. Занимается стрип-денсом, изучает английский язык, ходит в театр и читает классическую литературу. Предупреждает, что любит быть в центре внимания. Мечтает найти своего мужчину, с которым будет счастлива. Когда Екатерина призналась своему возлюбленному в измене, он простил и сделал ей предложение. Она была счастлива, но семейная жизнь не задалась. С мужем ей стало скучно, и они развелись. Надеяться, что с Антоном ей будет всегда интересно. У вас хороший вкус. Раз вы пришли за нашего прекрасного Антона бороться. А чем он вам так приглянулся? На самом деле, я посмотрела, когда передачу с Антоном, мне было очень приятно, что он отец тех мужчин, который не боялся признаться, что действительно их съел быт. Он помешал их семье. Потому что у меня то же самое. Нет, вы не побоялись своему мужу признаться, то есть молодому человеку признаться в измене. И он вам после этого сделал предложение, вместо того, чтобы в бубен настучать. Поэтому вам тоже очень повезло. На самом деле, все было не так, а так. Но измены как таковой не было. Было просто сильное увлечение другим человеком. Он это знал. То есть вы не спали? Нет. Физически измены не было. Ну, измена не обязательно какой-то близкий, физический контакт. Я, например, считаю за измену, когда ты просто, кто-то тебе очень сильно нравится, и ты все внимание уделяешь. Когда ты уже начинаешь думать о другом человеке, это уже ненормально. Это уже такие отношения не должны быть. Особенно, когда первый молодой человек на тебе все никак не спешит жениться, нужно же как-то его стимулировать. Почему он поехал во Владивосток, чтобы заработать деньги на свадьбу, между прочим? В это время наша котелка загуляла. Ну не загуляла, а влюбилась. Какая разница? Я просто окунулась, наверное, в такую бурную жизнь, которую я до этого не видела. Мы встречались в 17 лет. А вот в 21 год я открыла глаза и видела, что, оказывается, вокруг есть люди, мужчины, и тоже это все интересно. Богатые мужчины, которым не надо себе ехать. Ну, на меня это сильно впечатление, наверное, не производит. Любовь на расстояние все-таки редко. Тяжеловато. Редко, да, отнесение выдерживает. И вот вы, честно признались, непонятно для чего. Я надеюсь, вы мне объясните. Сама не знаю. Тем более измены не было. Прямо так и сказали, я влюбилась? Да, позвонила ему, через две недели поставку налетел. Очень тяжело было там. Руки наложил бы на себя. Могло бы в этом возрасте, да. Я же рассказывала, как ты года 4 назад встретила в коридоре Ленфильма оператора черного цвета. Я говорю, что случилось? Он говорит, представляешь, сын повесился. 18 лет. Поехала с своей девушкой на дачу к другу, знал, что она там. Зашел в комнату, она целуется с его другом. Он пошел в туалет и повесился. Поэтому, девочки, будьте... Вы хотя бы мозг включаете. Но он мог прилететь. Вы могли ему глаза в глаза сказать об этом. Он прилетел бы еще очень нескоро, а обманывать человека за спиной было бы еще хуже. Вы услышали последствия? Я услышала последствия, но, в принципе, реакция была достаточно адекватная, спокойная. Адекватная? Это он сказал, давай поженимся. Нет, давай поженимся, он сказал. Еще очень нескоро, наверное, через год практически. А почему с тем, в кого влюбились, не сложилось? Ну, это была какая-то просто временная влеченность. Мне кажется, наветренная. Может быть. Интересно хотелось. Если, например, мы с тобой встречаемся, я уезжаю, например, на месяц, и появляется какой-нибудь Петя, красавчик, модель, и как ты будешь совести? Ни в коем случае. Я никогда не увлекусь, наверное, мужчина там, красавчик и так далее. Я слышал такое, что если девушку один раз изменила, то она будет делать это всегда. Я на стороне Екатерины в этом смысле. Никогда не угадаешь. Есть такие тихушницы. Потом просто, когда ДНК выявляет, что из пяти рожденных ее детей от закона у мужа ни один из детей по крови не является ребенком мужа. А она мышка серая, работает учительницей по физкультуре. Поэтому тут... Катенька, а вам чем дом-то не угодил? Вы не хотите в доме жить, а только в квартире. А вот мы дом собираем строить, да, Витя? А я люблю за городом, да, так клево. Я люблю квартиры. Мне кажется, все женщины хотят дом, большой дом, где много детей. Это странно, что она не хочет этого. Городская жительница. Ну не хочет, Катя. Хорошо. А вот зато она хочет каждую пятницу. У них такая традиция есть. Кто-то вон в баню ходит, а вы каждую пятницу отмечаете конец недели. Ну не каждая пятница. Это что у вас там за такие посиделки-то? На самом деле эта традиция у меня не так давно появилась, после того, как мы развелись. В месяц сколько пятницы отмечаете? С каждым месяцем все реже и реже. Раньше было два раза в месяц, потом один раз. А вы как в ресторанчик идете, пиво пьете или идете куда-нибудь еще? На самом деле с друзьями, да, у нас, например, нет, 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 нет. С друзьями просто какие-то там бары, да, кафе, что-то такое, что действительно не кипит жизнь. Мне кажется, что она как-то еще не нагулялась. Каждую пятницу ходить в бар. Ваши все время с коллегами по работе. С коллегами по работе. А до того, как вы развелись, давайте-ка озвучим проблему. Вы приехали в Москву, устроились работать в банк, а там ходят клерки, все такие хипстеры в коротеньких фиджачках, в узких брючках, модные. А ваш все время лежал на диване, да? Неправда, он тоже очень такой же. Ну, не соответствовал круг общения. Да, как бы я приходила домой, рассказывала с горящими глазами о своей работе, о том, что мне это очень интересно так и так. А он говорил, ну иди, живи с ними, чего-то от меня. Нет, он так не говорил, просто в нем я не видела этого огня. Я думаю, что ему нужна девушка мягче, как-то вот такое вот домашнее. Ну, поспокойнее, да. Катя, а вы допускаете, что мы люди вообще все очень разные, по-разному смотрим на жизнь? Я вот, например, не вижу никакой проблемы, я не вижу никакой причины. А я не вижу никакой темы и причины для того, чтобы у молодого мужчины просто горели глаза, например, от банковской деятельности. Это скучнейшая история. Он совершенно не обязан пылать этим. Абсолютно согласна, он не должен был пылать. У нас просто должны были быть общие интересы, а у нас их не было. А у вас хоть какие увлечения, кроме пятничных посиделок, не поймите где? На самом деле у меня тоже очень много увлечений, я человек, который, в принципе, увлекающийся. Увлечения назовите. Мне сегодня может быть интересно... Нет, вот какое из ваших увлечений вам хотелось бы, чтобы будущий супруг разделил? У нас, в принципе, должно быть всеобщее. Вот я сегодня хочу пойти в кино, вот сорваться и пойти, вот пойдем со мной сейчас. А не говори, что мы сходим через неделю, завтра. Он должен чувствовать его настроение. Почему он должен вам, все время должен чувствовать ваше настроение? А почему вы не хотите чувствовать настроение? А в это время Антон говорит, а я дочке обещал пойти в зоопарк. А вот здесь вот уже другой вопрос. Когда есть два человека, это два человека, их пожелания, их эмоции, когда появляется третий человек, здесь нужно уже находить компромисс. Если два человека хотят быть вместе, они обязательно найдут его. Не верю. Нет, теоретика она у нас. Антон, как вам кажется? Может у вас, Екатерина, что-то получиться? Я думаю, что можно в этой ситуации договориться. Главное просто понимать друг другу, идти навстречу. А вы понимаете, что можно от очень энергичных женщин устать? На самом деле, я как человек, который энергичный, да, снаружи, так я с удовольствием могу просто полежать дома, посмотреть телевизор, пощелкать. Энергичная будет. Так, нет. Щелкать вот так вот канадой и будет лежать. Так же нет, абсолютно спокойно. Я умею то и то делать. Я не думаю, что спокойно, это ваша природа. Покажите сюрприз. Антон, я знаю, что ты этой зимой хочешь со своей дочкой попробовать покататься на коньках, да, поставить на лыжи, на коньки. Я на самом деле всегда об этом мечтала, потому что я до сих пор не умею, честно сказать, кататься на коньках. И надеюсь, что этот подарок маленький поможет тебе в этом. Боже, как живет. Ой, какие. Семя подумала и радовала. Милая, да, молодец. Спасибо. И, если что приглашай меня, я буду тоже рада учиться. Обязательно. Спасибо, девчонки. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Катюш, молодец. Да, думаешь? Не знаю. Я, например, разглядела какой-то фальш в таком преждевременном реверансе в адрес вашей дочки. Ну, с чего это вдруг? Я понимаю, был бы сюрприз в вашу сторону, ну и какой-нибудь там мелкий, не знаю, сувенирчик. По-моему, она попыталась отыграть, она сказала, я не умею кататься, намек на то, что вместе все пойдем и с дочкой твоей. Думаешь, так дальновидно? Думаю, да. Мне неправильно. Ты поднесли, все не так. Не слишком она активна для вашего брата? Я могу сказать, что Антон, он, в принципе, из той категории мужчин, которому не нужно внимания. И если с ним будет рядом девушка, которая активная, да, любит внимание, соответственно, притягивает там всех к себе, то это, я думаю, что его это только будет забавлять, как бы ему это будет нравиться, и он не против, ну, такого. Ну, хорошо, иначе у нас тут такой же спокойный, как сам? Просто мне кажется, конечно, она не готова к отношениям к серьезным, на мой взгляд. Ваня, вы родные братья? Трайверные. Да? Вам понравилась невеста? Девочка симпатичная, хорошая, но, на мой взгляд, не подходит Антону. А что спокойным парням, внимание не нужно? Любым нужно. Девушка хорошая, но нужен мужчина, мне кажется, посильнее вас, который ее рядом с собой держит. Потому что сейчас она может подстроиться под нашу волну и сказать вам, ну, это не является на самом деле правдой, Роза. Согласна, для мужчины постарше, для такого мужчины именно будет вот это мило. То одно говорю, то другое говорю, ну, ее подкорректируют еще. Не потянете ее, не потянете. Мне очень понравилась наша первая невеста. Она действительно очень разносторонняя, по-настоящему. С ней действительно мужчина не заскучает, а в нашем мире это важно. На мой взгляд, конечно, бросив первого мужа, она совершила ошибку. Потому что она всегда будет выбирать мужчин спокойных, тихих, семейных. Она не зря и к вам пришла сюда. Кать, это про тебя. Про тебя, да. Вот почему я тоже люблю гороскопы. Да, потому что очень много вещей, которые можно только оттуда понять. Да, действительно, ее тянет к мужчинам этого типа. Но если уж тянет, зачем тормошить? Ей нужно, чтобы мужчина в себе совмещал и вот это спокойствие и тихость, и одновременно определенный интеллект. Нужен такой диванный мыслитель, который все будет про всех знать, будет там про котировки рассуждать, будет опытным в делах бизнеса, но скорее теоретически. То есть такой аналитик-теоретик нужен. Ну, в общем, этот тип мужчины распространен на наших просторах. И мне кажется просто, что не имело смысла уходить от первого мужа, можно было его как-то растить до этого. Ну, что потерял, то потерял. Ну, в общем, девушка действительно хорошая. И, ну, на мой взгляд, она отличается от такой классической московской хищницы какой-то. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Антон. Встречайте, вторую невесту. Здравствуйте, Антон. Меня зовут Екатерина. Для меня также для вас важен семейный уют. Надеюсь, у вас с вами все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина, только она черная, ты белая у меня. Здравствуйте, Екатерина. С кем вы? Здравствуйте. Это моя подруга и коллега Елена. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Екатерина. 24 года. Врач-терапевт. Занимается фитнесом, выиграла первенство России по дзюдо. Читает классическую литературу. Предупреждает, что она сладкоежка и дня не может прожить без конфетки. Мечтает создать крепкую и дружную семью. Екатерина была замужем всего 8 месяцев. Причиной всему свекровь, которая клялась, что не примет от нее внуков. Надеется, что родители Антона не вмешиваются в его личную жизнь. Катюша, вы пришли бороться за Антона. Он вам понравился. Вот хотелось бы узнать, чем. Антон мне понравился тем, что его благосостояние никак на нем не отразилось. Нисколько его не испортило. И то, что в таком молодом возрасте такой прекрасный отец. Это встречается очень весело. И что в отличие от вашей бывшей свекрови, для которой было очень важно ваше материальное состояние, для Антона это скорее большой минус, когда девушка с приданным. Вы были замужем наперекор желанию родителям жениха, мамы его. Во сколько лет вы ходили? Я выходила в 22 года. А ему сколько было? Он мой ровесник. Мы учились на одном курсе, на одном потоке. Чем вы не понравились будущей свекрови? Она видела рядом со своим сыном дочь состоятельных и влиятельных людей. Для нее было это принципиально важно. А она сама-то была из чьих? Она была совершенно абсолютно обычный человек, но для нее это было принципиально. Ну, хотела за счет сына попасть в элиту. Смешно. Но сын же все равно женился на вас. Да, мы очень сильно любили друг друга. Это какая-то такая большая детская влюбленность, наверное, все-таки. Это такая влюбленность с дружбой. Очень сложно сохранить это. И даже в начале, когда мы поженились, он прекратил всякие отношения с своей семьей, так как они были все против. Мама лидером является в семье, и она определила все отношения ко мне. Но она все равно же точила бесконечно, да, растачила. Да, но все-таки потом он тоже переживал, что не общается с мамой. Она сказала, что никогда не примет детей, рожденных от вас. Да, она сказала, что... Какой ужас, какой ужас. Вот учись, не будь такой. А не надо меня сама в программе. Не надо свою потенциальную невестку. Нет, Ларис, не согласна. Кто такая невестка? Это женщина после матери. Значит, моя задача, а я свою сыночку люблю, всему научить. Потому что уйду в мир иной, чьи руки отдам. Только я знаю, как сына любить надо. Только я знаю, как... Почему я каждую программу говорю? Ну что же, говоришь, какая она там нерадивая, носки не штопает. Правильно, я ничего и ни разу не видела. Апетит нагуливает, а уже не... Да, а я так ни разу не видела. Так она и боится тебя притянуть. Важны ли отношения с будущей свекровью? Для тебя вообще важно это? Нет, это, конечно, важно. Потому что, ну как, это мама моего мужа. Конечно, это важные отношения. Ну ужасно, детка. Просто такая история. Такая прям сервисер вам попалась. Она настолько типичная, я вам хочу сказать, на самом деле. Я просто со страданием отношусь. Ну, слава богу, что детки не родились. Да. И через 8 месяцев кто первый не выдержал? Вы или ваш муж? Ну, было очень много ссор. Все эти неприятные вещи раньше. Ну вот какие претензии? Вы где жили? Снимали? Мы жили с моими родителями. С вашими? Да. Вы москвичка? Нет, я не из Москвы. Откуда? Из Саратова. А вся эта история в Саратове происходила? Да. Так он сам саратовский-то, да? Да. А свекровь звонила или как? Как она? Поначалу как бы нет. Но затем она стала звонить. Я сначала об этом не знала, он мне не говорил. Но по тому, как наши стали развиваться ссоры, я поняла, что что-то не так. И затем я стала в его словах ловить ее фразы. Ну какие? Вот просто примеры. Ну, самое такое типичное, это что девушку из деревни можно вывезти, а из девушки из деревни нельзя. Так вы же оба из Саратова, из Буржево-городские. Чем, допустим, ее родословно отличалась от вашей? Я, к сожалению, не могу задать какую-то объективную причину, это ее субъективный взгляд. Ну, то есть она была, не знаю, дочь, не знаю, влиятельных людей города Саратова, она была дворянского происхождения, даже не знаю, мне фантазировать не могу. А он женился после вас? Нет. Хорошо, Катюш, ну так все-таки, они, она была завскладом, у нее было много наворованного добра, и она считала, что вы это разбавили. Я не могу, мне даже фантазии не хватает. Я с ней, честно сказать, даже контактировала очень мало, то есть даже диалог у меня с ней не получилось. Квартира, ее от вашей отличалась? Не особо, абсолютно не особо, не отличалась. Ну, а вы как сказали, подласьте, самодорка? Мама там назвать на свадьбе. Да нас, когда они свадьбу играли, со стороны жениха не было ни одного человека. Да ты ужас, благословение не получил. Значит, он должен был как-то своих... Да что он в 22 года соображал, Роза? Что он в 22 года соображал? Ну, тогда не надо было жениться. Хорошо. Антон с ребенком никак вас не пугает? Нет, нет, не пугает, скорее даже мне приятно, что он такой ответственный, заботливый, очень редко встречается на данный момент. И мне тоже приятно, что вы будете доктором. А вот и ваша интересная такая теория. 80% семейного бюджета приносит муж. Жена заботится о семье, о благосостоянии, о внутреннем, скажем так, наполнении. А 20% кто приносит оставшуюся? Жена тоже. Она работает, продолжает самореализацию. И работает, прежде всего, конечно, для себя, для удовольствия, да, чтобы продолжать быть интересной. Все же, как личность, она должна... Ну да, для себя. Это, конечно, фантазия, об этом мечтает каждая девушка. Но поверьте мне, 95% семьи в этой стране женщины вынуждены работать не для удовольствия, а для того, чтобы тоже семья зубы на полке. А Леша Чумаков говорит, а мне все равно, сколько Юлька зарабатывает. Я обеспечиваю себе и ее. Пусть она звает деньги, тратит на булатку. Я все время цитирую своему мужу. Понимаешь, в чем дело? Это 5% оставшиеся. А 95% вот... Ой, ну Чумаков это единственный с вами экземпляр. Ну ладно, тогда утешила. А вот я как бывший спортсмен, кстати, нравится, вот ладненько вы такая. Вы же выиграли чемпионат России под дзюдот. Представляешь? Молодец. Значит, без вредных привычек. Не боитесь? Я думаю, что мы найдем общий язык. Да. А если не найдете, то... Тогда да. А если семейных ссорах? Серьезно, с ней лучше не спорить. Как вы такая красавица, такая молоденькая, до сих пор не нашли себе среди коллег? Кстати, вы знаете, среди моих коллег в основном женский коллектив. Да что вы. Да. И поэтому... А те есть мужчины, которые есть, и циники. Циники. Да? Да. Ну хорошо, я не циник, поэтому удивите меня сюрпризом. Антон, я так же, как и ты, мечтаю о большом загородном доме. И думаю, что тебе это очень пригодится. Примерь, пожалуйста. А я буду тебе всячески помогать. Вместе будут краски. Жена, муж, муж. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё? А я хочу, чтобы в основании нашего дома мы заложили капсулу времени, в котором мы оставим вот такое послание. Здесь живёт семья Кузьминых, которые познакомились на программе «Давай поженимся» в октябре 2013 года. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец! Проходите в свою комнату, а вы, Антон, к нам возвращайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прелестная, прелестная. Потом она круженица. Это же адовая работа у них. Участковая. Потом там же какие-то часы, чтобы заработать лишние 5 рублей. Они же обходят этих разных людей, сумасшедших в том числе. Представляете, в семью врачи. Я уже вам заведу. Это очень нужный человек, необходимый. Оля, а тебе как? Мне она очень понравилась, девочка. Во-первых, она спортсменка, ведёт здоровый образ жизни. Это очень важно. А на кто чемпион мира? Дзюдо. Не мира, а в России. В России, ну какая разница. Это очень достойно. Вань. Мне тоже эта девушка очень понравилась. Вот всё, что вот она сейчас говорила, вот прям правда. Располагала. Да, располагала к себе, вот прям правда. И вот даже смотря на Антона, вот видно, что у неё в глазах что-то искрануло. Что-то вот есть такое. Ну это, кстати, интересно. И важно. Важно очень. Розалия, Розалия, немножко яду. Оля. Ам. 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 Я не яд, я жизнь. Мне ж хочется всё-таки, чтобы у них всё сложилось. Оленька, а скажите, а мама, вот какая свекровь будет? У меня мама вообще очень спокойная женщина. Ну она же в мамы и... У меня мама никогда не лезет в отношения. Она принимает Антона выбор. Удянать, надеяться. Как зовут мама? Лариса. Только Лариса, Ларисочка, тёска, привет. Только Лариса может быть прекрасным человеком, прекрасной свекровью, тёщей, подругой. Ладно, ладно. Понравилась тебе её? Мне понравилась Екатерина. Я честно могу сказать, как-то внутренне я успокоилась. Потому что врач, который ходит действительно к разным людям на приём домой, но если вдруг оказывается, что этот самый врач чемпион России под дзюдо, то берегитесь маньяки или те, кто этих самых врачей может подкрауливать. Здорово на самом деле. Вот скажи, у нас были докторицы до Екатерины, но они все выглядели, как из фильмов для взрослых. И это тоже пришло в коротеньком платьице, но какая-то такая вся... В общем, руку заломит, если нужно, я считаю. Да, 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 не вульгарная. Я могу сказать так. Екатерина, я надеюсь, сделала свои выводы из первого брака. Во-первых, не каждую вершину нужно штурмовать. Со свекровью не надо вступать в противоборство, заочное, даже ли дистанционное. Это просто всем и навсегда. Я не видела ни одной истории, когда свекровь меняла бы своё мнение, потом семья была бы очень хорошая. Я предлагаю Антону встретиться с третьей универсии. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ В один момент прекрасный, почувствуешь ты жар. Не думай, нет опаски. Ведь это не пожар, а это лучик солнца с небес спустился к нам. Любовь его прозвали. На славу всем богам. Антон, меня зовут Сюзанна, я очень рада тебя наконец-таки увидеть. Проходите, спасибо. Бланька, она маленькая. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне прямо как невеста. С кем вы? Я со своей сестрой Хсенией и с подругой Лилией. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Сюзанна, 23 года. Врач-консультант в страховой компании. Занимается фитнесом, поёт, увлекается рукоделием и создаёт аксессуары для интерьера. Не любит стандартные шумные праздники. Мечтает быть волонтёром и заниматься благотворительностью. Возлюбленный Сюзанны больше доверял своей подруге, чем ей, и поэтому они расстались. Надеется, что Антон умеет принимать серьёзные решения самостоятельно. С такими глазками, с таким именем, Сюзанна, у вас есть все шансы покорить сердце Антона. А вот чем вас-то Антон привлёк? Ну, мне понравилось то, что он в людях ценит простоту, душевность такую. Также мне ещё нравится то, что у него есть дочь, и то, что он проводит с ней очень много времени. Правда, нравится? Ну, я думаю, это просто его характеризует как мужчину ответственного, заботливого. Хорошо. Сюзанночка, у вас был молодой человек, а у этого молодого человека была подружка. Она была до вас подруга? Да, она была до меня. А она не была его бывшей возлюбленной? Нет, они общались до меня и просто дружили. Просто дружили? Это вы знаете точно? Ну, по крайней мере, он мне так говорил. Как-то впускать подругу в отношения? Она явно что-то скрывает, как-то не так представляет факты. А вы с ней лично встречались? Да, он нас знакомил. И вообще он думал, что мы подружимся изначально. А она какую часть, так сказать, его жизни занимала? У них были общие интересы, они вместе работали, входили в детские сады, ну, я не знаю. Они вместе учились в университете, и с того момента они общались. А её жизнь была устроена? У неё был муж возлюбленный? Нет. Может быть, она имела на него вид, да и хотела быть на вашем месте? Как вы думаете? Ну, скорее нет, чем да, потому что я думаю, она как бы ни себе, ни людям. Она могла прийти к вам? Вы снимали, жили где? Сначала мы просто с ним встречались, а потом я жила у него. Ну, он мне... Ну, она могла, допустим, заявиться по собственному желанию, вот когда и хотелось к вам? Нет, в гости она к нам не приходила, у них была общая компания, и они общались. Ну, она звонила, наверное, да? Она очень часто звонила. То есть прямо часто? Часто звонила. Когда у нас здесь на программе в течение пяти лет заходит вопрос о том, могут ли у мужчин быть подруги, а у женщин друзья мужчины, я всегда против, потому что я это пережила. У моего возлюбленного была подружка. Наглая невозможная. Мы, например, шли загорать куда-то, и вдруг она... Лариса Кудовиченко до сих пор вспоминает. Она говорит, что было с твоим мужем? Она говорит, я никогда такого ужаса на лице не видела. Спускаемся по лестнице, и вдруг она снимает штоплес, снимает верхнюю часть купальника, и мой муж делает так... Это было невозможно, но просто... А есть уже вы, что ли, или что-то? Нет, это вот не знаю. Это показать, что они такие... То есть внешне она как бы хочет показать свою свободу, а внутри непонятно, что это провокация. Нет, что они просто буквально с одного горшка, одна яйцевые близнецы. Это на самом деле отвратительно. Я поставила условия, я сказала, чтобы её близко не было, чтобы она не звонила. Что она может тебе дать того, чего не могу тебе дать я, например? Вот и всё. И вы должны были разговаривать, как взрослый человек с ним, что вас эта дружба не устраивает. А как она влияла на неё? Ну, просто бывали на такие моменты... Он звонит, допустим, мы с ним вместе время проводим, да? Он звонит, он не говорит, что он со мной. То есть он даже при мне не говорит, что он со мной. Если даже мы ходили куда-то гулять там, то есть он гуляет просто вот один. Мне кажется, женщины все такие вещи чувствуют. Конечно. Когда есть такая третья женщина. Интуитивно. А вы не задавались ли этому вопрос? Почему? Скажи, я что, фурункул, что ты меня так вскрываешь? Я спросила, почему ты не можешь обозначить, что ты со мной? Я так думаю, что у них были отношения. Наверняка, наверняка. Ну вот, я же и говорю, да, то, что, вот, допустим, она звонит. Я говорю, почему ты не можешь сказать, что мы вместе время проводим? Она же женщину будет психовать. А то, что я женщина, это как бы не считается. Нифига себе. Ему нравилась эта ситуация. Я его просила, но... Подружка, а вам он говорил, что та подружка. Послушайте, Сюзанночка, вы достойная самого лучшего мужчины, поэтому и забудьте о нем. На такую простушку, которая бы не понимала, что она является второй, а не первой, она не похожа. Вы врач-консультант в страховой компании. То есть вы должны проверить, обманывают вас люди, разводят вас на деньги или все взаправда. Сюзанна должна проверить, был ли там переном. Мы тебе не дурачки, не нужны тебе очки. Конечно, деньги платить на выбор. Так я думаю, что у вас глаз уже наметан, и в семейных отношениях вряд ли вас можно будет обмануть. Ну, я вообще доверчивая, но я надеюсь, что не будет обманывать. Как чуть-чуть вам легко развести, тогда скажите, где работаете. На всякий случай. Аферистка, Роза. Я не аферистка, я домовита. Помнишь, в самом начале у нас была девушка, такую красивую фразу сказала, а я, говорит, еще крестиком вышивая бабушка научила. А вы же тоже рукодельница. А я еще не только, я еще учусь на дарматовенеролога в интернатуре. Я еще и на машинке могу, на христиках шел. Ручками, ты что же там делаешь-то? Пока беременная будешь, что ручками? А, ручками. Я делаю различные домашние поделочки. Знаете, если там что-то сломается, какие-нибудь лампы там или что-то, и чтобы не выкидывать, я это немножечко преобразовываю. Ну, своеобразно получается, но зато работаем. Господи, какая вы милая. Ну, какая вы милая. Пусть детьми-то заниматься, да? А девчонкам так приятно. Редко подружки, которые приходят, все равно у женщин срабатывает вот эта стойкая соперническая. А вы такая яркая и так радуетесь за свою подругу. Прям бакара, черная-белая. Родная. Двоюрная. Но мы очень близки. В детстве мы не общались, сейчас близки. Вот прям Сюзанна, я вот за нее как за себя. Прям через жизнь. Чудная сестра, вам очень повезло. А нравится ли вам Антон? Да. А сестра какая приятная у Антона. Обычно говорят, злая головка, злая головка. А Олечка, посмотрите. Мы когда увидели, я говорю, что Данна отнялась очень красиво. Кажется только. Так. Я беру свои слова обратно. Ловлю. Что это значит? Это значит, ваше сейчас такое вот личико мило, это все фальш? Нет, конечно. Что касается девушки Антона, да, его будущие жены, я только подруга. Не притендую. Не, ну следить тоже надо, чужие, если твой брат обижает. Нет, нет, я сказала изначально, что я держу нейтралитет. Я, как бы, мне Антона девушка, Антона будущая жена, как бы, в качестве подруги, вот, для этого я присматриваю. И объяснить, чтобы она правильно себя вела, если что. Нет, ну это конечно. Мы рады, мы очень рады, что Антон пришел с семьей, потому что увидели красивую, яркую девушку. А мы рады, что Сюзанночка пришла с сестрой. Спасибо. Рады будем еще больше, когда посмотрим на сюрприз. Я делаю своими руками, не судите строго. Это подушка. Это подушка в виде машины. Я знаю, что Антон, он любит автомобили, да, тюнинг и все такое. Вот это подушечка в виде машины. Это, пожалуй, самый лучший сюрприз за все время. Вот такая благая. Вот что я не умею, то я не умею. Я знаю, что Антон... Всякие рукоделия. Это не мое. Спасибо, девчонки. Удачи вам. Скоро узнаете, кого Антон выбрал. Пока вы помните свои. Подождите. Спасибо. Да, ну как, как, как. Я так волновалась. Какая-то удивительная, светлая, глаза сумасшедшие. А какая милая, какая кроткая. Таких уже, я думала, и нет сейчас. А профессия какая. А профессия. А вторую. Получает, да. Вам это так понравилось? Мне честно понравилась девочка. Очень милая, приятная, располагает. Непонятно чем она. Ну такой не сыграть, я вам скажу. Да, такой не сыграть. Такой не сыграть. Ну, у нее очень красивые глаза. Она искренне улыбается. И этим все сказано. Ой, ей понравилось. Я сейчас заплачу. Она, конечно, такая очень добродушная. И прям просто милейшая девушка. Вот то, что я вам в самом начале программы и желала. Прям такая доброта из нее. Прям просто нечто. Роза. Она будет становиться более прямолинейной. Но я считаю, что это и замечательно. Иначе рядом постоянно будут появляться вот такие манипуляторы, которые будут разводить человека на эмоции, делать ей неприятно и в то же время ее не ценить. Потому что это, конечно, откровенное пренебрежение. И ситуация была связана с откровенным пренебрежением. Здорово. Надеюсь, что она больше не будет эту историю повторять. Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет жених? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Братья и сестры, очень трудный сегодня выбор, потому что одна невеста лучше другой. Но нужно дать очень точный совет Антону, чтобы он не ошибся и не пожалел никогда, что пришел к нам на программу. Мне очень понравилась Катя, вторая девушка, дзюдоистка. Я считаю, что она по всем параметрам подходит. Вань, берем. Я согласен со своей сестрой. Мне тоже эта девушка понравилась. И мне кажется, что она очень понравилась Антону. Я советую Катю. Если он зайдет, ты выйдешь за ним? Конечно, выйду. Мне очень трудно сделать выбор между Екатериной дзюдоисткой и Сюзанной. Сердце мое разрывается. Я так переживаю. Я так хочу с тобой. Страшно я позойду. Не знаю. Просто. Ну, вы, Антошенька, уже знаете, что жить с женой даже самой тяжело. Без жены жить еще тяжелее. Поэтому я бы вам рекомендовала комплект недостатков поменьше. Зюзаночка. Ну, Василиса, рассуди, как там звезды. Мне на самом деле понравилась Екатерина первая. Я расстроена, что и ее сбрасывают со счетов. Но Василиса, как астролога, она просто увидела тебя. Ну, вот истинно. Надо просто, да, понимать. Если выбирать между Екатериной второй и Сюзанной, тут такая история. Наверное, вы обеих могли бы осчастливить как мужчину, но дело в том, что если Сюзанна не найдет себе мужчину мягкого, у нее высокие шансы связаться с деспотом. Мне кажется, что вы так поступать не будете. Я бы хотела скорее не вам пожелать Сюзанну, а Сюзане пожелать вас или такого же, как вы. Мне кажется, что вы в каком-то смысле слова можете выступить для нее спасителем. А Екатерина своего молодого человека точно отыщет еще. Тогда Сюзанна. В общем, слушайте себя. Вы знаете, куда идти. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Маргарита, 32 года, номер 2890. Хореограф. Гордится тем, что добивается поставленных целей. Желает встретить харизматичного, умного, спортивного мужчину с сильным характером. Предупреждает, что мужчина не должен быть скупым и мелочным. Олеся, 24 года, номер 2891. Персональный фитнес-тренер. Обожает спорт, читает хорошие книги, ходит с друзьями в кино и всегда правильно питается. Предупреждает, что не простит предательства. Мечтает встретить целеустремленного парня, который разделит ее интересы. Мы не знаем, выйдет Антон один или с избранницей. Приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. Привет, я пришел за тобой. У нас есть пара Антон и Екатерина. Если вы тоже хотите обрететь свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Вы сказали, что вы беременна? Я не сказала, что беременна. И вот вы беременна поехали к своему парню. Что я совсем запутался. Кто так? Кто когда с кем жил, кто от кого родили. Я тоже своего мужа, царство небесное, не любила. Он меня полюбил. Вот и умер бедный. Через 13 лет мы селись. Раскальцы злая. Она приготовила мне яичницу с солеными огурцами. Может быть, она вам таким образом решила насолить в прямом смысле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова